Добрый день! Мы находимся на Покровском бульваре в начале Покровского бульвара в Москве. Один из бульваров Москвы. Здесь проходит фестиваль времена и эпохи, как на других площадках Москвы. То есть параллельно с бульваром мы познакомимся еще и с фестивалем. Мы с вами идем по Покровскому бульвару. Здесь, как и на Ялубском бульваре, тоже площадки фестиваля времена и эпохи. Судя по всему, здесь Древняя Русь, наверное, как и на Ялубском бульваре. Да. Здесь тоже мастерские. Здесь Ялубский бульвар и Покровский бульвар очень похожи. Они один с другим. Они, видимо, объединили площадку. Брянчарное дело. По обеим сторонам Покровского бульвара тоже находятся особняки. Вот это особняк. Ой, не помню, чей особняк. К сожалению, вот только что прочитала, я не помню, там столько особняков всяких, лопухиных, и вообще там очень много, правда, запамятовала чей. дворянский видно, что такое богатый дом. Очень такая лепка, колонны. Это видно, что дворянский особняк, и здесь дома все такие вот старинные. Это бога. У меня есть, конечно, и новые, как с этой стороны, но все равно все симпатично. Голуби здесь наглые. Такие. Ой. Здесь музыкальное творчество. Гусли или балалай. Это балалай. Это или что-то такое. А это уже не Россия. Это уже какие-то совсем другая эпоха. Ирландия, что ли. Сейчас посмотрим, что это. Нет, написано, что Россия, печатный двор. Монетки тут печатают. Не знаю, откуда взялись иностранцы там пришлые, говорящие по-английски. Там вон звук волынки. Опять же, это, по-моему, не Россия. Ну, тут, значит, намешаны все времена и эпохи. Не знаю. Вон он. Россия. Самый, самый популярный, вернее, самый знаменитый гранирующий струны, шерковый музыкальный инструмент, это балалайка в Югипране. Она появилась в основах в 2016-е, дети учились, откопали инструментов много, и все они до 14-го века имеют вот такую форму. Окошко в ней, лиро-видное. Похоже, собственно, на лирус. Как играл древний русский музыкант, мы не знаем, и никогда не узнаем. Вот, но предполагать на основе этнографии можно. Значит, можем щипать струнки вот эту, но надо, чтобы красить. Значит, надо лишнюю струну играть. У нас струна либо звучит, либо молчит. Молчит когда? Когда пальчик прикоснулся, нажимать громко сказанно, просто прикоснулся. В одну пальчик вот промеж струн засовываем, три пальчика бросаем в одну сторону, три струны молчат, три звучат. Потом бросаем в другую сторону, все равно меняются места. в другую сторону. Сейчас я здесь с ниху в камерных фотографиях на видео такой, ну, на аркуте в такой, в такой, в такой, в такой, в такой. Мы можем бар... Седанно, конечно. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok